Война в Украине вступает в новую фазу. Все большее число стран Запада предоставляет украинским войскам тяжелое вооружение. Россия угрожает не только прекратить поставки газа, но намекает и на возможность применения ядерного оружия. Также в каком положении оказался Путин, насколько опасным может стать в загнанный угол диктатор. И также я напомню, что сейчас ситуация продолжает быть накаленной. Давайте сейчас увидим информационную графику. Прямо сейчас выведем ее в онлайне. Кстати, эту информационную графику ежедневно публикует Министерство обороны Великобритании в своем твиттере. Вот самые горячие точки сейчас на востоке Украины. Это Слобожанское направление, как вы видите. И также продолжаются активные бои. Вы увидите черно-зеленые кружки. Это направление Изюма. Постоянно ведутся бои в направлении от Луганска и Донецка. И также продолжаются бои в районе Азовстали. Это город Мариуполь. И также Российская Федерация продолжает усилия по контролю за административными границами Донецкой и Луганской областей. Именно тут, в районе Харькова, в районе Изюма, наши военные дают очень мощный отпор непосредственно российским военным. Давайте двигаться далее. Я напомню, эту оперативную информацию будем вам постоянно предоставлять, чтобы вы понимали и видели, что сейчас происходит на Юго-Востоке и непосредственно на востоке нашей страны. Далее в продолжение военной темы глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва обсуждает с Киевом, в том числе, отмену антироссийских санкций. Об этом заявил сам он в интервью китайскому Синьхуа. Далее услышим прямую цитату. В настоящее время российская и украинская делегации фактически в ежедневном режиме по видеоконференцсвязи обсуждают проект возможного договора. В этом документе должны быть зафиксированы такие элементы постконфликтного положения дел, как постоянный нейтралитет, безъядерный, внеблоковый и демилитаризованный статус Украины, а также гарантии ее безопасности. В повестке дня переговоров также вопросы донацификации, признание новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие. Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, в интервью Синьхуа. Постараюсь немножко и коротко объяснить, что означают эти заявления, какой месседж они передают. Это говорит о том, что если на уровне власти Российской Федерации пошли прямые разговоры с Киевом об отмене антироссийских санкций, значит, вопреки тому, что говорят российские пропагандисты, что санкции не влияют на Российскую Федерацию, а нет, означает, что влияют. Именно поэтому уже начинаются разговоры и такие легкие намеки официальному Киеву, мол, давайте уже успокоимся, будем находить какие-то пути для решения конфликтов, чтобы эти антироссийские санкции отменять. Потому что я напомню, что санкции, которые внедрены против Российской Федерации, очень сильно повлияли на российскую экономику и непосредственно на людей, на россиян. Очередное заявление Путина. Он повторяет, если кто-то захочет вмешаться в ситуацию в Украине со стороны и будет создавать для России неприемлемую угрозу стратегического характера, ответ будет молниеносным. Давайте услышим прямую речь Путина. Если кто-то, подчеркну еще раз, если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наши ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты. Такие, которыми не может сейчас похвастаться никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали. Все решения у нас на этот счет приняты. И также давайте следующую тему уже обсудим с нашим следующим гостем. Андрей Лошак, российский журналист-репортер, с нами на прямой связи. Будем его прямо сейчас подключать. Но перед этим также хочу акцентировать внимание на том, что сейчас очень много разговоров ведется и непосредственно между Россией и Украиной. Продолжаются переговоры, хотя сам президент Украины Владимир Зеленский сказал, что как только Российская Федерация перейдет ту красную линию, это он имел в виду в рамках так называемых референдумов очередных территорий, которые Российская Федерация продолжает и хочет оккупировать, это уже будут красные линии и речь о переговорах не пойдет. Это проявляется четкая и сильная позиция центральной власти Украины. Как сейчас можно обозначить и понять действия Российской Федерации и задумываются ли они о том, чтобы все-таки приостановиться либо остановиться полностью, восстановить свои военные действия на территории Украины. Об этом будем говорить с Андреем Лошаком, российским журналистом и репортером. Андрей Борисович, здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте. Спасибо, что приснились к нашему эфиру. Вот очень интересно ваше видение российских заявлений. Мне очень запало заявление господина Лаврова касательно его предложения с официальным Киевом рассмотреть отмену антироссийских санкций. Говорит ли это о том, что все-таки они влияют и очень сильно, если об этом говорили уже на наивысшем уровне в России, в Кремле? Ну, безусловно, мне кажется, что российская власть была не готова к тому, что произойдет после начала агрессии. Мы вообще видим, что Путин и его окружение находились в плену каких-то абсолютных иллюзий к 24 февраля, не очень понимая вообще реальность, в которой они живут. То есть они рассчитывали на блицкрик, на то, что через три дня танки будут в Киеве. Они рассчитывали на то, что Европа традиционно предпочтет сохранить торговые отношения с Россией, купать по дешевке газ и не будет помогать, оказывать военную помощь Украине. Ну, то есть как бы абсолютная неадекватность и нерелевантность реальности была продемонстрирована. И сейчас они оказались в очень-очень трудном положении, учитывая, что приближается 9 мая и нужно каким-то образом продемонстрировать уже народу, наконец, победу. Это же у нас День Победы. И вот теперь как бы непонятно, как вообще из этой ситуации выйти, чтобы и не показаться слабым. А это самое страшное, наверное, для Путина, который всегда как бы демонстрировал такой образ альфа-самца, да, такого отца народов. И проиграть ему никак нельзя. Вот. Но, с другой стороны, и похвастаться нечем. И наступление на Донбассе, на которое, я так понимаю, они рассчитывали, тоже проваливается. И санкции не отменяет. В общем, незавидное положение. Вот, в свою очередь, также, хочу сейчас, чтобы мы с вами послушали один очень интересный комментарий. От этого потом и будет следующий вопрос. Вот президент Чехии Милош Земон заявил, что путинские иллюзии о могуществе российской армии и самой России сейчас выглядят смешными. Об этом он сказал в интервью CNN. Давайте услышим цитату и далее обсудим. Президент России Владимир Путин подвергся иллюзиям, что Россия всесильна, и в частности, что российская армия является второй по мощи армии мира. Сегодня это выглядит смешно. Оказалось, что российская армия гораздо слабее, чем думали все эксперты. Президент Чехии Милош Земон. Вот тут очень интересная получается ситуация. Сам президент Путин через российские телевизоры сообщает о том, что все идет по плану. Это прямая цитата. Что так называемая спецоперация в Украине проходит идеально. Все, что они планировали и так далее. Но мы видим совершенно другие факты. Вот сейчас попрошу наших редакторов вывести информационную графику, которую мы специально подготовили. Это, в принципе, общие боевые потери. Врага Российской Федерации на территории Украины. Вот смотрите. Около 24 тысяч человек личного состава. Более тысячи танков, ракеты, самолеты, ПВО и так далее. Я правильно понимаю, что Путин верит в ту правду, которую ему доносят? А это совершенно другие факты. Либо же он вынужден играть, делать вид сильного лидера самой сильной армии мира. Как вы это видите? Как вы считаете? Ну, кто же его знает? Что он там себе думает? Понимаете, российская власть настолько закрытая система. И похоже, что пока до сих пор довольно монолитная. Чтобы понять, что там в голове у этого человека, к сожалению, невозможно. Я уже сказал, что очевидно, что из-за того, что как раз Путин построил вокруг себя вот такую вот, действительно, вот эту вот вертикаль, да, но она просто в вопросе подбора кадров, да. А кадры подбирались по принципу лояльности, а не по принципу, как бы, других каких-то способностей, эффективности там и так далее. То, в общем, вокруг него и создался вот такой вот, какая-то вот эта буферная зона, в которую не попадала та информация, которую он не хотел слушать. То есть вот он хотел слышать, видимо, начиная там примерно с 2014 года, о том, что как все плохо в Украине и какая у нас великая, значит, армия. Ну, вот примерно это он и слушал, окружив себя, собственно, силовиками. И оказалось вот действительно в плену этих иллюзий. Это вот как раз классическая история, да, к чему приводит несменяемость власти. Вот человек, как бы, ограждает себя сначала от любых, как бы, оппонентов, а потом просто вот выходит в другое измерение. И в результате, ну, что действительно гибнут русские солдаты, армия теряет свою боевую способность на глазах. И по поводу того, что вот сказал Земан, да, это же тоже, ну, как бы это... То есть казалось, да, что вот после, особенно после аннексии Крыма, да, которая так была относительно технично произведена, да, бескровно, возник этот миф по поводу того, что вот русская армия, она такая какая-то очень такая эффективная, современная и ловкая, да, вот, вот, вежливые люди, зеленые человечки. Кто-то вообще вот после Буча вот эту фразу вежливые люди вспоминает. Даже в России нет. Нет уже никаких невежливых людей, ни зеленых человечков. Есть, действительно, вот эта армия орков, которая как бы расчеловечивается и теряет моральный дух и боеспособность. Есть огромные потери в военной технике. И в целом совершенно чудовищный образ, который создался, от которого весь мир в ужасе. Вот. Собственно, что теперь с этой правдой делать, как ее заретушевать, чтобы российские избиратели по-прежнему, значит, поклонялись Путину. Ну, не знаю, все, как бы весь центр тяжести переходит на пропаганду, как обычно, и сейчас им, конечно, не позавидуешь. Приходится лупить из всех говнометов, как мы говорим. Мы видим постепенно заявление бывших, уже можно сказать, друзей Путина о том, что они уже критикуют его действия. И уже, то есть, ну, знаете, полностью меняется мнение. Говорит ли это о том, что даже самые рьяные фанаты Путина, политические фанаты Путина, понимают, что он очень сильно уже перешел черту и уже просто адекватностью даже и не пахнет? Ну, я не знаю. Я, честно говоря, по поводу прям рьяных фанатов, я пока не слышал, чтобы вот как бы... Сам Зэмон, он был фанатом, по факту, Путина. А, вы имеете в виду... Да, политические, я имею в виду, вот, лидеры мировые некоторые. Сейчас, по факту, только один Орбан остался, пока что, который держится фанатом. Не, ну, на международной арене, конечно, это тотальное поражение. Что тут говорить? То есть, как бы информационную войну Россия проиграла, наверное, в первые же дни, я думаю, это агрессия. Вот. Ну, и с тех пор, конечно, все, все, как бы... Для России складывается все ужасно. Это абсолютно, действительно, тотальное поражение. И, ну, и по-другому быть не могло, потому что война, как бы, неправедная, захватническая. Естественно, весь мир будет на стороне Украины. Вот. Ну, и тем более, как бы, то, что происходит сейчас, ну, пуча и так далее, и все эти преступления, ну, как бы, какая тут, может быть, мировая поддержка. Понятно, что и лидеры, они, естественно, тоже пытаются соответствовать ожиданиям людей. Вот. Поэтому, да, ну, я-то подумал бы про внутреннюю какую-то ситуацию внутри. Пока, к сожалению, я не вижу, чтобы вот в элитах, да, происходил какой-то очевидный раскол. В обществе он, безусловно, есть. И я бы хотел, как все-таки российский журналист, да, подчеркнуть, что очень много людей против войны. И, к сожалению, голос не так слышен, потому что совершенно невозможно его теперь... У него теперь нет никакого легального поля для того, чтобы выразить после закрытия всех независимых медиа и блокировки соцсетей. Но, тем не менее, очень много людей против. Но в элитах, да, пока они по-прежнему боятся, пока они по-прежнему верят, видимо, в всесильность Путина. Но, тем не менее, тоже вот есть истории, да, например, про банкира Олега Тинькова, который основатель и владелец одного из крупнейших, то есть он входит в тройку крупнейших банков России, частных банков. И он сделал четкий антивоенный стейтмент, после чего потерял... Его вынудили просто тут же продать акции и дистанцироваться максимально от банка. Ну, то есть как бы дав показать, да, что будет, если представители бизнес-элиты будут делать такие заявления. Но, тем не менее, да, такие примеры есть. Вот еще один очень важный месседж. Давайте послушаем президента Зеленского. Он сказал, точнее, прокомментировал вопрос на то, применит ли Путин ядерное оружие, по его мнению. Это журналист программы «60 минут», правда, не той российской программы, а австралийской программы «60 минут» задал президенту Украины. И вот Владимир Зеленский предположил, что от руководства России стоит ожидать чего угодно. Давайте услышим. И когда они захватывали запорожскую атомную электростанцию, наибольшую в Европе, они из танков, из другой бронированной техники конкретно стреляли по ядерным реакторам, а не стреляли по атомной электростанции. Она в шесть раз больше Чернобыля. То есть это шесть Чернобылей. И все это подтвердили. Даже МАГАТЭ, которые сказали, что это небезопасно для всей Европы. То есть смерть могла бы прийти просто во всю Европу, во всю абсолютную. И этим людям все равно. Я не могу сказать на сто процентов, что они станут использовать ядерное оружие. Или не станут. Потому что иногда мне кажется, что они что-то используют, даже не понимая последствий. Или же они понимают, каков будет результат, но им все равно. И вот тут очень короткий вопрос. Возможное применение ядерного оружия Путиным – это проявление слабости, это проявление проигрыша, как вы считаете? Безусловно. Безусловно, это, как бы, знаете, такое, ну, вот у футбольных фанатов это называлось драться, простите, грубое слово, драться без говна. То есть без ножей, без заточек. И, как бы, вот эта вот заточка, да, это, как бы, такой уже, ну, это крайний метод, крайнее оружие, да, когда ты идешь уже в нарушение неких правил базовых, чтобы просто, как бы, отбиться, спасти свою шкуру. Вот. И мне кажется, что Путин действительно, поскольку он не привык проигрывать, его образ, который создан в России, это такой образ совершенно такого человека, который никогда не проигрывает, он великий, и все, что он делает, это великие какие-то поступки. В этой, как бы, в парадигме вот этого образа у него нет просто других вариантов, он должен каким-то образом победить. И, к сожалению, да, поскольку на поле боя, да, на реальной, на земле, так сказать, побед не получается особых, вот, к сожалению, я не исключаю того, что он будет вынужден какой-то, как вынужден в его внутренней безумной логике вынужден будет прибегнуть к этой крайней мере, к этому, к этому аргументу, да. Вот. И, к сожалению, я просто вижу, как этот нарратив разворачивается в российской пропаганде, как людей приучивают к мысли о том, что применение ядерного оружия – это нормально, это, как бы, вот, тоже часть войны, и что мы можем, вот, как бы, вот этот превратить всех в радиоактивный пепел и сами самуничтожиться, ну, мы-то в рай попадем, да, вот, а они все сдохнут. Вот. Это жуть какая-то абсолютная, конечно, это, вот, самое страшное, что, наверное, можно было себе представить, вот оно сейчас происходит, и, вы знаете, как бы, когда российская пропаганда начинает о чем-то говорить, в конце концов, это становится реальностью. Вот, к сожалению, мы в этом убедились, как 8 лет они вобили про то, что в Украине нацисты, да, и вот в результате все кончилось с тем, что они пошли деноцифицировать Украину, поверив, как бы, как правильно говорят, когда Путин поверил в собственную пропаганду. То есть, как бы, вот и сейчас он, опять же, мне кажется, запросто может поверить, что это единственный выход, и похоже, что он в это искренне верит. И тут я не знаю просто, что с этим делать. Как это безумие остановить? Ну, каким-то образом, конечно, это дело всего мира, мне кажется, сейчас. Один из методов остановить это безумие, это, ну, либо ликвидировать Путина, либо, ну, имею в виду, непременно линейно, а, возможно, и просто его отодвинуть от власти, забрать в него рычаги управления. И тут, кстати, очень много СМИ цитируют и говорят о том, что у Путина с каждым днем все больше ухудшается здоровье, и все больше разговоров идет о его преемнике. И, в свою очередь, как удалось узнать журналистам, временно заменить главного диктатора мира, может, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Такую информацию распространил таблоид The Sun, сославшись на инсайдера в Кремле. Вот вы, Андрей, как считаете, вот может ли идти речь, причем могут ли уже идти такие разговоры в Кремле, может ли об этом заходить речь, как вы считаете? И кто он может быть, если не Патрушев? Ну, слушайте, газета The Sun – это, так сказать, не самый надежный источник информации, поэтому я бы не принимал эту информацию как-то всерьез. И, честно говоря, на протяжении, наверное, последних десяти лет, чем авторитарнее власть, чем больше режим превращается вот в эту капсульную такую диктатуру, тем больше разговоров о том, что Путин вот-вот умрет, что там страшно чем-то болеет и так далее. И я в этом вижу, честно говоря, просто какие-то проекции, надежд той части населения, которой как бы Путин уже вот здесь, он мечтает от него избавиться. К сожалению, мне кажется, что это был бы какой-то слишком простой выход из-за этой очень сложной и запутанной ситуации, в которой оказалась Россия и российское общество, позволив совершиться тому, что совершило, позволив скатиться вот в эту диктатуру, уже практически фашизм каталитарный. Я просто не верю в эти простые решения, что Путин там заболеет и умрет, или там санкции каким-то образом погубят Россию или Украина. Давайте тогда помыслим, а что сейчас может остановить Путина, если не его там прямо... Только внутренне, я считаю, что только... Нет, безусловно, при сохранении сильного внешнего давления ни в коем случае не снимает этот режим санкций. Но, конечно же, все-все-все у Путина может как бы ослабить только давление изнутри, то есть только внутреннее недовольство росту и какие-то реальные протесты внутри страны. То есть вот эта комбинация, мне кажется, она должна сработать. Но пока мы видим, что с протестами в России все очень плохо, потому что, опять же, я знаю, как украинцы все говорят, типа, чего вы не выходите? Выйдите. Но это нужно понимать, что ты выходишь, ты получаешь сначала штраф, потом уже реальный срок. И, конечно же, к сожалению, пока очень мало людей на это готово. Ну и с другой стороны, как же выходить по факту, если сейчас Российская Федерация по факту изолирована в информационном пространстве? Практически там 99% всех СМИ, они под управлением Кремля. И там люди верят в этот бред, который выносят из российских СМИ. К сожалению, да. Да, и по факту оппозиции, ну, там, российской оппозиции, ее по факту сейчас не существует. А те, кто так или иначе противоречили или просто занимали какой-то нейтралитет в рамках, в повестке дня режима Путина, они просто покинули уже страну. Ну, в общем, еще последнее к вам уточнение, очень маленькое, если можно коротко, вот эти антироссийские санкции, которые сейчас внедряются. Вот многие эксперты говорят, что они, в принципе, могут приостановить Путина, но не остановить полностью. Есть ли такой мощный рычаг давления на Путина в рамках санкций? Или же все-таки его остановит только сильное военное сопротивление и уничтожение? Ну, я верю, на самом деле, в санкции. Раньше я к ним более критически относился, но я вижу, какую панику они вызывают. И как много людей, вы знаете, вот этих тех самых обывателей, которые были всегда вне политики и позволяли творить Путину все, что он творил и продолжает творить. И они бы и не замечали вообще ничего, и военной агрессии там и так далее. Путин знает, что делает, но сейчас я вижу, как у них как бы глаза на лоб лезут от того, что происходит. Это хороший момент. Люди должны начать задумываться, и вот это помогает им начать задумываться, отключение их от привычных вот этих вот маленьких радостей жизни. Но глобально, я не знаю, ну, наверное, конечно же, если Европа наконец-то начнет как-то перестраивать свою как бы энергетическую политику и будет постепенно отказываться от покупки энергоресурсов в России, то, ну, безусловно, это мощнейший рычаг давления, то, что Путин за 20 лет так и не смог построить какой-то другой экономики, кроме ресурсной. И все, на чем как бы этот режим держится, понятно, что это труба. И, к сожалению, Европа была достаточно слепа, долго как бы, и меня всегда поражало, что как бы Северный поток-2 начали строить только в 19-м году, когда все уже было понятно про этот режим. И, ну, тем не менее, его строили. То есть, ну, сейчас, конечно же, надо срочно пересматривать это. И это, безусловно, очень-очень сильный рычаг давления на российскую экономику. Все больше мировых лидеров признаются и говорят о том, что в 2014 году, после оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей, мир недооценил действий Путина. Но если покопаться в истории, мир не оценил еще это, начиная с 90-х годов в Приднестровье, с 2008 года в Грузии и уже 2014-го в Украине, в рамках Крыма и Донбасса, и сейчас только мир начинает просыпаться и видеть, что это к хорошему не приведет. Спасибо вам большое, Андрей, что присоединились к нашему эфиру. Спасибо за комментарии. Андрей Лошак, российский журналист-репортер, был на прямой связи с нашей студией. Мы же движемся далее. Информационный железный купол над Россией продолжает укрепляться. Более 70 компаний, 40 СМИ и 100 физических лиц признаны иноагентами. Это те компании, которые или соблюдали нейтралитет, либо же пытались противоречить режиму Путина. На фоне военных поражений российской армии на поле боя невозможности выполнить поставленные цели так называемой спецоперации, кремлевский режим продолжает закручивать информационные гайки. О том, как поддерживают и о том, как вообще, в принципе, поддерживают ли сами россияне войну с Украиной, приходится судить лишь исходя из официальных соцопросов. Именно всю эту информацию собрали наши корреспонденты в следующем сюжете. Давайте посмотрим. Более 70% поддержки так называемой спецоперации, а на самом деле войны против Украины. Такие данные опубликовали официальные источники в России в начале полномасштабного вторжения. Слышали о ситуации с Украиной? Да. Как относитесь, что думаете? А нас посадят в тюрьму за это? Мирных граждан, никто не бомбит, все у людей в порядке. Все либеральные провокации, ну это просто провокации. У людей все в порядке, бомбят только военные месторасположения. Раз нас принудили, так я за то, что президент наш ведет себя правильно. Это вы хотели услышать. Я поддерживаю. Российской социологии времен диктаторского режима доверять нельзя, утверждают сами же оппозиционные политики РФ. Избиение митингующих, штрафы за одно лишь упоминание слова «война» и постоянные репрессии инакомыслящих сделали свое дело. Россияне часто боятся высказывать свое мнение. Мы живем по законам военного времени. Совершенно очевидно, что в этих условиях вообще никакая социология не работает. То есть вам могут померить 70%, 80%, 146% за сколько угодно. Тут нужно понимать, что большинство либо не хотят на эту тему общаться, либо говорят то, что начальству нравится, то, что начальство хочет услышать. Потому что в условиях военного времени за неправильный ответ ты можешь быть уволен, как минимум отчисленный университет и института, ты можешь быть оштрафован или даже отправлен в спецприемник, в СИЗО, тюрьму и так далее. Однако небольшая часть россиян, несмотря на запугивания, готовы идти против режима. На антивоенных митингах с начала полномасштабного вторжения в Украину были задержаны десятки тысяч человек по всей стране. Продолжают пробивать информационную блокаду и так званные иноагенты, а на самом деле оппозиционные СМИ и блогеры. Многим из них пришлось выехать из России, чтобы не попасть за решетку. Кто-то читает независимые СМИ, а кто-то беспрекословно верит всему, что говорят российские власти и повторяет за ними пропаганду. Мы считаем важным продолжать следить за тем, что происходит на ГОСТ-ТВ сейчас. Немногочисленные лидеры мнений продолжают отстаивать свою антивоенную позицию и внутри самой России. Я чувствую ответственность за то, что происходит. Я... Стыд? Мне стыдно за тех, кому не стыдно. Такие видео и онлайн-трансляции собирают миллионы зрителей, среди которых и жители России. Однако приведут ли оппозиционные очаги в обществе к смене власти, эксперты предугадывать не берутся. Сходятся в одном. Ежедневно Путин своими действиями приближает крах собственного режима. Как только Путин какую-то перейдет черту, то я думаю, что свои же как-то вот найдут возможность, как от него избавиться. Потому что он будет всем угрожать. У всех же дети. Представлю себя на месте министра обороны. Ну вот у меня дети, да, у меня там дворцы какие-то, у меня капиталы. И вот там безумный диктатор дает команду нажать на красную кнопку. Я понимаю, вот я нажимаю, значит будет ответный ядерный удар, как бы всех уничтожит. У меня дети. Да пошел нахрен этот бункерный дед. У меня же есть пистолет, я пойду его и застрелю. Лариса Зубенко специально для информационного марафона «Фридом» на телеканале Юэй.